Боже милости, будь ко мне грешным! Ты создал меня, Господи! Ты помил меня! Боже милости, Господи! Прости меня грешного и помилуй! Нам, людям, всегда следует восхвалять и прославлять Тебя, Богородицу, родившую Бога, всегда блаженную, не имеющую порока, Матерь Бога нашего, заслуживающего даже большего почитания, чем Херувима, и достойного большего прославления, чем Серафима. Безболезненно родившая Сына Божия, истинную Богородицу Тебя величай! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне, и всегда, и во веки веков! Аминь! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Господи, Иисус Христос, Сын Божий, молит ради причистой Твоей Матери, силой честного Вожитворящего Креста и Святого Ангела моего Хранителя и всех ради святых помилуй и спаси меня грешного! Как Ты благ и человека любец! Аминь! Аминь! Царь Небесный, утешите в Дух истины! Вездесущий и весь мир наполняющий, источник благ и подателя жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши! Святые Божие, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков! Аминь! Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, и очисти грехи наши! Младыка, прости беззакония наши, святые, и посети исцели немощи наши! Имени Твоего ради, Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков! Аминь! Отче наш, Сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш, насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем всякому ложняку нашему. Не веди нас в искушение, но избах нас от лукавого, ибо Твое, и Царство, и Сила, и Слава, во веки! Аминь! Став после сна, преподаем к стопам Твоим благе и ангельскую песню, Возглашаем Тебе сильный Свят, Свят, Святый Божий! Молитвами Богородицы помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Спаси ли от сна, Ты поднял меня, Господи! Ума просвети и сердце, и открою стану, и чтобы воскливать Тебя, Святая Троица! Свят, Свят, Святый Божий! Молитвами Богородицы помилуй нас! И ныне, и всегда, и во веки веков! Аминь! Внезапно пройдет судья, и деяния каждого обнаружатся со страха воскресни в полночь! Свят, Свят, Святый Божий! Молитвами Богородицы помилуй нас! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне, и всегда, и во веки веков! Аминь! Встал после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизнь моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное твое человеколюбие, и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву, прославить могущество Твое! И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, разумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою! И открою с Твоей, чтобы воспевать Тебя в благодарном сердце, воспевать Святившее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков! Аминь! Придите, поклонимся Царю нашему Богу! Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу! Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Восплещите руками все народы, воскликните Богу глазом радости. Ибо Господь Всевышний страшен, великий Царь над всею землею. Покорил нам народы и племена под ноги наши. Избрал нам наследие наше, красу Якова, которого возлюбил. Вошел Бог при восклицании, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте. Ибо Бог Царь всей земли, пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем. Князья народов собрались к народу Бога Враамова, ибо щиты земли Божии. Он превознесен над ними. Велик Господь и Всехвален в ограде Бога нашего на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах Его ведом, как заступник. Ибо вот сошлись цари и прошли все мимо. Увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там, и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего. Бог утвердит его навеки. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. Как имя Твое Божие, так и хвала Твоя до концов земли. Десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион, да радуется щели иудейские ради судов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его. Пересчитайте башни его. Обратите сердце ваше к укреплениям его. Рассмотрите дамы его, чтобы пересказать грядущему роду. Ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти. Слушайте сие все народы. Внимайтесь ему, все живущие во вселенной. И простые, и знатные, богатые, равно как бедные. Уста мои изрекут премудрость и размышления сердца моего знания. Преклоню ухо мое в прище, на гуслях открою загадку мою. Для чего бояться мне в одни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня? Надеющиеся на силы свои, хвалящиеся множеством богатства своего. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их. И не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрый умирает, равно как и невежный, и бессмысленный погибает, и оставляет имущество свое другим. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в роды род, и земли свои они называют своими именами. Но человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть безумие, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Как овец заключат их преисподнюю, смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними. Сила их истощится, могила жилища их. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его. Хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляет тебя, что ты удовлетворяешь себе, но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Остав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни спаси, и, преподая к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжаться надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Божий, и спаси меня. Владыка, человеколюбче, встал после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаюсь за угодные Тебе дела. И я молюсь Тебе, помоги мне всегда, и во всем избавь меня от всякого зла в мире, и от дьявольского искушения, и спаси меня, вели в царство Твое вечное. Ибо Ты мой Творец и Источник, и податель всякого блага, и на Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости, и по великому Твоему милосердию, Ты дал мне рабу Твоему, прошедшее время этой ночи, провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец Всего Сущего, удостой меня, при свете Твоей истины, с просвещенным сердцем, исполнять Твою волю, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. А Господи, Вседержителю Божьих сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущих, озирающих и доземных, наблюдающих сердца и полосла и ясноведающих тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых вкус. Ибо Ты – истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. 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 Да по слову воздействия, обо ты благословенна всех родов, и Твое прическое имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божие! Игнатий, Владимир, Надежда Галина, Ольга. Василий, Георгий, Елена, Виктор, Нотария, Сергей. Ибо мы усердно к вам прибегаем, как скорым помощником, молитвенником о душах наших. Благородица, Дева, радуйся, благодатная Мария Господь с тобою. Благословенна ты между женами, благословен плод щерева твоего. Ибо ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей твоих, благослови принадлежащих тебе, помогая православным христианам побеждать врагов. И сохраняя силой креста твоего, церковь твою. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного Игнатия, Батерия, Кима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей всех православных христиан подаем твои земные и небесные блага. Не лиши их милости твоих, посети их, укрепи. Силою твою дару им здравие и спасение души, ибо ты благо и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости им все грехи вольные и невольные, дару им Царствие Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов твоих, братцев, отцев и братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечна. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородица, всегда блаженная, пренепорочная Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни бонное слово. Достойную большей почте, чем хировыми, и несравненно славнейшую, нежели Серафиму. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Аминь. Боже наш милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя, и которых предаем на Твое попечение и защиту. Ложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобой, удостоив крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи им благочестиво и удовлетворительно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми. Дай им здравие, душевно и телесно, успех в трудах. И избавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа, нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и Житворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Божий наш, возри на детей наших, не спошли на них духа премудрости, разума и благочестия, и просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели, усвоили изучаемые ими предметы, употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближнего Своего Спасения, потому что Ты источник премудрости, и Тебе славу возносим. Всегда ныне пресно и во веки веков. Аминь. Молитесь всегда. Спасибо Господи Божьему Отца Моего Духа, Родители и Судьбы, Благодетели, Митрополита Илариона, Епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священный Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия Василия и Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амброса, Вадима, Засима, Олиппе, Андрея, Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть, Диаконах Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Митрополита Сергия, Патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, Митрополита Тихона, И весь священничий, скинощий, скичин, И высшие истины служители, Миссионеров, христианам, Язычникам, иудеям, Мусульманам и буддистам, И нам дай еще священник, Если угодно тебе, Господи, Смири власти и воинства их, Наведи страх твой на них, И через них сотвори Благое церкви Твоей, И умудри их издавать добрые законы, Дабы ли дали достойно жить людям, Дабы было еще уделять нуждающимся, И сохранить их от покушения на них, Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эльдогена и Амана, И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, Где война идет, И научи нас ценить это мирное время, И приготовь землю к великим И страшным испытаниям, Грядущим на всю вселенную, За отступничество от Тебя. Слава Тебе, Господи Божий наш, За сию ночь, Что жизнь нашу продлил И разум сохранил. Дай нам желание трудиться, Обнаружить и умножить Все наши таланты, Дарованные Тобою. И для сего пошли нам Добрых помощников, Наставников, советников, И в этот день сохрани нас От всякого рода зла и греха, Дабы не нарушать заповеди Твои. Благослови нас, Господи, Перенести искушения, И не пошли их непосильными для нас. Господи Божий наш, Защити нас и жилища наши, И селения от пожара, От воров, от нечистой силы. И живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Владимира и ее братья. Болящую, Людмилу, Любовь Владимира, Алексея и Иосифа, Прищи добрые жители с детьми, Любящими и знающими уставы Твои, И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадовик, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алифтину, Болящую. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Рахирь, Езжу, Русики. Обратись к Самиру, Тимура, К себе, Господи, Да бы и не верили лжепророкам, Но служили Тебе. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе. Благослови Александра, Болящего Александра, Сергея, Сергея. Возри на угрозы врагов, Разруши их замыслы Против истины, Против нас. И обрати их на путь спасения, И примири их с нами, Если угодно Тебе, Господи. В судный день не помяни их безумия. Благослови Благодетели наших, Воздаем добром Елену, Людмилу, Обрати Евгения, Наталью, Алифтин, Сандр, Юрия, Надежда, Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе. Надей все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, Путешествующих, Раиса, Льва, Виктора. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, Посети болящих, Не дай силу перенести страдания, Пашим исцеления, Благослови Илариона, Кирилла, Алексея, Игоря, Алифтину, Людмилу, Надежду, Не Анилу, Марию, Александру, Валентину, Валентина, И дару и здравия Гвазу моему, Господи, Если угодно Тебе. Благодарю Тебя за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни, Все в Твоей руке. И наше сокровище в интернете, и книги здесь, и в пути сохрани, трудящихся, благослови Игоря, Юлию, Демитрия, Виктора, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея. И умыщи сердца тех, кто позволяет нам там быть, и благослови их. И эти оковы, которые Сатана наложил здесь, разруши. Дай нам желание распространять Слово Твое. Помоги, Господи. И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Леонида, Симона. Хвала Тебе, наш Иисус. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Абва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваов. Вся земля полна слава Его. Аллилуйя. Слава Вышних Богу. На земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой, ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, в который Ты дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Господи, воздай добром всей жизни и будущей всем, кто помогал нам совершить это путешествие. Благослови Павла, Зинаиду, Владимира, Надежду, Людмилу, Димитрия. И посеянной нами ты сам возрасти, найди новые души. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой, Святой, моли Бога о мне грешнем. Добрый мой ангел, благодарю Тебя. Столько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, не потяни в смертный час, когда душа будет разрушаться от тела, и проведи ее по страшным и непонятным бытарствам. И введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас, научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным, чтобы уделять нуждающихся в нашей помощи. Святитель Христов Никола Мерликийский чудотворец. Моли Бога о нас, укрепи народ Твой, Господи, дабы не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Езра, Ниемя, Амос, Наум, Исаия и Еремия, Варух, Иезеки, Иль, Осия и Аиль, Айгей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрок и пророк Михея, Аврам, Исаак и Аках. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Тво нашего отшествия не засталось не готовыми, но чтобы вышли на встречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными Илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, Херувимы, Серафимы и все небесные силы престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Рука и Иоанн. Сохранит нас Господь и помилует, и дарует нам жажду исследовать священное Писание и проповедовать всюду и везде, как угодно воле Твоей святой, и найди новые души. Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликам, Свинский, Устин, Философ, Космай, Дамиян, Андрей, Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент, Анкирский, Анфимник, Медийский, Георгий Победоносец, Пантелеемон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Виамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя антихриста. Анфиму, Вениамину, дай веру, страши родителей, за такое воспитание ложное. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Анасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнирий, Ио, Сергий, Радонский, Степан Пермский, Серапим, Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский и Филарет. И все перевозчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да укрепит и сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысль еретиков разрушь и развей и в ничто преврати. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фекла, первомущеница, Патина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любой, Матер София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Прискила и Акила, Андроника, Юния, Киприяна, Устина. Да дарует Господь послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам. И сохрани их, Господи, от всяческого заблуждения, насилия. Защити их, Владыка, исправь непокоривость, Галина, семейство, Евгения, Надежда, Светлана, Людмила и Иоанна. И прими нашу молитву возъяне рук, как жертву вечернюю благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. О, всемогущий Создатель, Всевышний Господь и Бог наш, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ради голговских страданий Сына Твоего единородного Господа и Бога нашего Иисуса Христа и пролитой крови Его за нас. Прими нашу молитву, исполни ее о всех, заповедавших нам, молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, владыка, слушает и дослышит раб Твой голос Твой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро всем. Я немного скажу. Дело в том, что если бы молчали, ничего не говорили, обстановка была бы другая. Как-то Андрей Кураев там выступал и говорит, вот если бы Игнатий не обещал священников, не указывал все их упущения, к нему отношение было бы совершенно другое. Ну и правильно. Вот ко мне приходят люди. Я ВКонтакте не бываю. Но там наши люди бывают. И говорит, вот сегодня пришло 300 человек. 300-то человек. Это же не на улице. А священники лютуют. Они не могут ничего сделать. Но они разбираются в том, что дьявол говорит им. Они слышат дьявола в тысячу раз лучше, чем Бога. Священник говорит, вот такой-то еретик. Это я еретик его. Но он за это тоже отвечать будет. А вы там нажмите там кнопку такую, жалоба. Если 5 человек пожалуются, его закроют. Но закроют на неделю, а потом откроют. Последствий других-то не будет. Все, 300 человек стоят у дверей, ждут неделю. Я захожу. Не больше часа побыл ВКонтакте, а он опять им говорит. И они опять давят эти кнопки и снова система меня блокирует. Скажут, а откуда вы это знаете? Слушайте внимательно. Когда люди любят быть адвокатами, они слепые. И, как правило, это люди злые. Злые он, злой, а ему не хочется выглядеть злым. Он начинает где-то за кого-то заступать, гладить, там вот платочек подправить, там в церкви хватается. Это все надо знать, видеть. Вот откуда я знаю, что им смещенники? А один из них обратился. Обратился и тогда говорит, это я делал. Я говорил, я блокировал. Он говорит, ну сейчас разблокируй. Он написал, там, ну, по интернетной версии-то. Все, дескать, разблокируйте. Я это говорил. А ему, а где вы в это время были? Чем вы подтвердите, что это ваше? Там тоже рассуждают. И он тогда припоминает, в это время я был там-то, и второй раз я говорил, вот там-то у него доказательства есть. И они сразу меня разблокировали. А кто это такой? Там север, здесь город такой, около Томска. Томской епархии. Сергей Дудин. У меня переписки, все это сохранилось. Он все мне писал. И все на моем форуме, до одной буковки. И он по моим книгам, я им подарил книги, там все, и он собирался сюда приехать, но не бодрствовал. И сатана снова вошел, видимо, в него. Как он начал лютовать, собирать там Алексея какой-то, из Америки один, там из баптистов пришедший. С какой мерзости только не говорят. А потом начинает вроде каяться. А Бог не дает покаяния. Они кривляются. Это ужасное состояние. И они ничего не могут сделать сами с собой. А теперь они поняли, что у меня главный ресурс это в Ютубе канал. Канал, которому нет равных. Вот много выступает Андрей Ткачев, Осипов. У них ни у одного нету даже роликов. Три тысячи. А тысячу семьсот. Я даже не знаю, две тысячи есть или нет. Почему? Это ролик, это не слово одно. А это целое, может, собрание одно наше прошло. И вот вчера ночью они добились своего. Они смотрят. Сейчас мне помогают рассматривать мои вопросы, ответы вставляют. И Вячеслав Ткачев работает на теме мивереи. 176 вопросов, которые мне задавали студенты в разных университетах по радио. Мое отношение к евреям какое? Не надо говорить. Благоговейное отношение к праотцам. Не тем, о которых Христос сказал Отец ваш дьявол. Вы хотите исполнять похоть Отца вашего. И они его распяли. Евангелие Отяна 8, 44. И поэтому где они что говорят, как есть официальной литературой пользуются. Я не отрицаю, я засчитываю. Но говорю, это семя Авраамова. Не хулите. Получите благословение. Благословляющий получит. А они-то это вот, они говорят. И вот только открыли, он Вячеслав насчитал. У меня сидит вот Володя ночью распечатывает замки, снимает. Только сняли. Через час ровно это уже стало известно у тех, кому принадлежит этот ресурс. И они сразу заблокировали. Пока на неделю. Еще одно замещание. На две недели. А третье уничтожает весь канал. А у меня в этот момент 20 тысяч 434 ролика. 10 рекордов Геннесса. Да какие? То ли то, что там они танцуют в церкви и все это где-то в приходах. Нет. Все нужное, божественное, духовное. 45 тысяч 500 подписчиков и 46 миллионов 174 тысяч 643 просмотра. Но это уже что-то. Не просто подписчики. Можешь миллион набрать подписчиков. Они мимо проходят, как на витрину посмотрят. Это люди, которые что-то берут. И поэтому я прошу, молитесь, что из этого будет. Первый день, только я начал работать в интернете 10 лет назад, я это уже предвидел. И поэтому сразу обратился параллельно открыть каналы. Сразу два канала открыл в Америке. Помогли люди, там заплатили. У них там платят за это дело. Я просил сделать в Новой Зеландии, это там около Австралии, и в Южной Америке. Но нашлись люди другие в Испании. И туда полный комплект увезли то, что есть. Ну, год назад еще было, теперь многое новое есть. Что если здесь что-то будет, уничтожат, да и кроме Ютуба есть еще другие ресурсы. Но надо помолиться, чтобы Бог все сохранил. Я обращаюсь к вам, как к тем, кто самые близкие, кто в молитве участвует. Ну, вот сижу, ничего я не могу поставить, ничего. Полностью заблокирован, но самое-то страшное, то, что они сейчас рыщут и ищут. Это вот попытка уже четвертая. У меня были там замещания, находили, а не находили. Там с детьми они так сказали. Дети помогают себе, картошку там чистят или что-то. Эксплуатация детского труда, а у них это нельзя. Все, замещание. Ролик убирается, уничтожается. Ну, глупости совершенно несусветные. Да как же так? Мы бедные, дети бедные, мы сами на огороде работаем, этим питаемся. Их не касается. Сообщать некому. Было бы письмо, сказали. Я разрешаю простые вопросы тем, что есть в Библии. И поэтому лучших друзей у евреев, чем мы, православные христианы, нет и не будет никогда. Мы благодарим за псалтырь, за весь Ветхий Завет, что им верено Слово Божие, что от них произошла преснодева Мария, от них по плоти родился Христос, Спаситель Иисус наш. И от нас они никогда не услышат ни одной хулы. Но то, что о них говорят и в вопросе студенты мне задают, я не могу обойти. Я не могу лицемерить. Я говорю, да, такое и есть. Но мы, христиане, берем выше. Им что-то разрешено, что-то нет. Да помилуй ты их, Господь, я говорю о ревейской нации. Да спасет и остаток спасется, как Павел говорит. Вот помолитесь и помните это. То есть абсолютно незаконное обвинение меня в экстремизме, межнациональной розни там я натравлю. Безумные слова. Совершенно. Я тысячи раз гасил этот огонь, где приходилось дороги, где против них воевали. Во-первых, незаконно, безумно, но Бог-то видит, допустил, и что из этого должно быть, это сокрыто. Поэтому помолиться и друзей на это позвать. И во вторник утром я уже смогу выйти здесь. если за это время они еще что-нибудь не наклюют. А которые уже выставляли ролики, там все доброе. А евреях-то? Мне сказали уберите все, уберите, друзья. И я промолотил 3400 роликов, нашел где что есть и все запломбировал. Богу слава. Да благословит Господь свой избранный народ. Да дарует мир Израилю. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Аллилуйя. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спасти Христос. Спасти Христос. Спасти Христос. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Есть. И много ценного. Есть просто замечательные мысли. Патриархийные тоже не все за объединение. И причину показывают они иногда духовную. Цитата. Было хотя от кого-то обличение в неправдах патриархии. А теперь, когда вольетесь в нашу церковь, то уже никто нас не обличит в наших неправдах. Конец цитаты. Вот только малая частичка из интернета. Цитата. Еще раз повторяю. Я чадо русско-православной церкви московского патриархата. Но ведь есть в России и те, кто против, простите, кто поверив зарубежной проповеди и не в силах больше выносить груз патриархийной лжи, перешел в русскую православную церковь за границей. Сейчас их поставили в самый, что ни на есть, безвыходный тупик. Они оказались окружены ложью со всех сторон. Кто даст ответ Господу за души малых сих? Очевидно, что нынешнее руководство русско-православной церкви за границей не остановится ни перед какой неправдой и ни перед каким расколом. Выполняя волю к объединению с московской патриархией, волю явно не Божию. Но разве такая решимость должна остановить верных христиан? Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Да будут чресла ваши припоясанные и светильники горящие. И вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, тотчас отворить ему Евангелие от Луки 12, 32, 33, 35, 36. Еще цитата. К сожалению, в зарубежной церкви пока еще нет единодушия по вопросу об объединении с матерью церковью. Это вполне естественно, потому что более чем 70 лет русская зарубежная церковь пыталась оправдать в глазах своих священнослужителей и верующих пребывания вне ограды Матери Церкви, сказал его святейшество. Цитата. «Было также принято решение о создании комиссии, которая будет работать над решением тех проблем, которые сегодня мешают нашему объединению», сообщил его святейшество. «Прежде всего, надо отметить факт создания русской зарубежной церковью приходов на территории России и республик бывшего СССР, ибо тем самым был раскол принесен на каноническую территорию Московского патриархата». Конец цитаты. «В кулуарах конференции экуменической по составу участников и являющейся съездом профессиональных экуменистов главной темой для обсуждения стал визит делегации иерархов РПЦЗЛ в Москву. Совпадение такого форума с приездом делегации РПЦЗЛ вряд ли можно считать случайным. Главный призыв, адресованный РПЦЗ Московской патриархии – отказ от экуменизма. Это, по сути дела, единственное требование идейного характера, которое связывает нынешнее руководство РПЦЗЛ с прежней зарубежной церковью хорошо и известной всем своей бескомпромиссной позицией. Два других требования – канонизация новомучеников и отказ от сергианства – для РПЦЗЛ уже не актуальны. Поэтому стыковка визита зарубежников со временем проведения конференции носит особую смысловую нагрузку. Это демонстративный ответ церковной Москвы на последнюю претензию зарубежья. Никакого свертывания экуменизма не будет. Ключевые участники конференции подбадривали друг друга. Пусть зарубежники приходят, мы им скажем – мы экуменисты и никуда сворачивать не собираемся. В самой организации конференции чувствовался аромат советской церковности застойных времен. Все было устроено на широкую ногу. Пышные обеды со ситрами, размещение участников в пятизвездной гостинице, Даниловская культурная программа, Поход в Большой театр, Экскурсия в Троице Сергееву Лавру. Программа составлена таким образом, чтобы не перегружать участников работой, а превратить богословскую тусовку в приятное времяпрепровождение. Конец цитаты. Мальчик девочку ударил по щеке. Та скривилась, оказалось, выбила зуб. Не засудишь, он малой, суд вдалеке, И повестку за другое принесут. Заповедал Иисус врагов любить, И за них молиться Богу и Иегове. Зуб не вырос, за протез пришлось платить, Но второй раз не подставим, не готовы. Если бы жили при пророке Моисеи, Зуб за зуб, нам шепелявить значит вместе. То пожнем, что, размахнувшись щедро сеем, За удар нас не погладят, громко треснут. Но со временем и церковь возмужала, Обрела своих царей, благословила. Враг отечества пришел, Убить не жалко, Обработать и похлеще, чем Атиллу. И щеку свою, прикрыв воротником, И измалитян мочалит генералиссимус Суворов. Измалитян мочалит генералиссимус Суворов, Поработал ушаков своим клинком, Из обрезанных наложат груды с горы. Нас убьют, нам на роду так суждено, Бегать, проповедовать, не выть по-волчьи. Но захватить Чечню благословил еще Синод, И наслать на них с Ермоловым стополчищ. Все исправно, грудь казацкая в крестах, Где аул дымил, теперь удела России. Годы шли, и час расплаты вдруг настал, Нас вывозят обгорелых, не спросили. В две щеки, что не подставили, скупясь, Посчитали для державы смех курьезный, Головней горящей тычет взад и в пасть Из развалин мусульманский город грозный. Ну а если бы подставить две щеки, Рассчитаться за убытки за столетия, Будет выигрыш, и нам, протруточки, Облекутся в дух евангельский скелеты. Двадцать пятое сентября, Две тысячи четвертый год, Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», тема «Объединение». Тон 10, вопрос 2345. То, что на обозрение всех сообщают по интернету, Оно вполне ли соответствует действительности? Нельзя ли хотя что-то и оттуда дать, И нам для ознакомления? Говорю об объединении церквей православных. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Ни о душе, ни о Христе, ни о Библии. Речи там нет, но сплошная политика и власть. Есть вполне сознанием дела составленные сообщения. Прокеремия 15.19. «На сие так, — сказал Господь, — Если ты обратишься, то я восставлю тебя, И будешь предстоять пред лицем Моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, То будешь, как Мои уста, Они сами будут обращаться к тебе, А не ты будешь обращаться к ним». Цитата. 14 священников восточно-американской епархии РПЦЗЛ Выразили митрополиту Лавру И членам собора свою озабоченность Цитата. «Молниеносной быстротой развивающихся событий», Сообщает журнал «Наша страна». Далее группа священников умоляет иерархов РПЦЗЛ Не принимать на соборе никаких решений, Которые были бы противны нашей пастырской совести. И недвусмысленно предупреждает о своем выходе из подчинения В противном случае, так как, цитата, «это насилие будет нестерпимо». Мы не можем в один день перечеркнуть всю историю РПЦЗЛ Семь с лишним десятилетий Московская Русская Православная Церковь Московского Патриархата Чистила РПЦЗ в хвост и гриву, То, обвиняя в сотрудничестве с Гитлером За подаренный им собор в Берлине после войны, Впрочем, отнятый РПЦЗ МП, То, заявляя, что, цитата, «эмигрантскую церковь с ее духовным центром» Джон Дарвилем под Нью-Йорком содержит ЦРУ. Карловчане, так часто называют членов РПЦЗ По городу Сремские Карловцы, Где они в 1927 году заявили о самоуправлении, В свою очередь утверждали, Что все руководство РПЦЗ, РПЦМП, ГБшники, Что под играми в экуменизм В составе Всемирного Совета Церквей И скрывается жидомасонский заговор, Цитата, «Они договаривались до сущей ереси, Будто бы таинства в храмах РПЦМП, Цитата, «безблагодатны», За исключением случаев, Когда их священник, честный священник, Замечает настоятель Московского храма Царственных мучеников На Головинском кладбище Протоиерей Михаил Ардов. Отношения враждующих сторон Еще более обостылись после распада СССР. На территории Новой России, Как грибы, стали расти приходы РПЦЗ. Из патриархии к карловчанам бежали Как провинившиеся пастыри, Так и жесткие консерваторы, Недовольные либерализмом своих епископов. Патриархия в долгу не оставалась. При помощи ОМОНа выгоняла, Цитата, Внутренних эмигрантов, Из церквей при поддержке Арафата захватила Несколько храмов и монастырей В Святой Земле. Кроме боли и стыда, Вся эта история у простого верующего люда Само собой вызвать ничего не может. Воссоединению, расколотая русской церкви, Нужно только радоваться. Но при этом твердо держать в памяти, Что речь идет о высокой политике, Пусть и церковной. Переговоры, которые пройдут 17-го по новому стилю, 24-го ноября, Следствие интриг, Разворачивающихся в последнее время На высших этажах Русской Православной Церкви Московского Патриархата И Русской Православной Церкви За границей. Два года назад был смещен Престарелый иерарх Карловчан, Митрополит Виталий Устинов. Главой заговора Стал архиепископ Берлинский и германский Марк Арндетт. Урожденный немец, Протестант, Перешедший в православие, Долго живший на Афоне, Потом вернувшийся в Мюнхен И окруживший себя Русской паствой, Преимущественно из потомков В кавычках первой И ветеранов В кавычках второй Волны миграции, Он верит в святую матушку Русь Больше, чем в царя небесного. Цитата «Ни для кого не секрет, Что владыка Марк, Часто посещающий Россию Еще с конца 80-х, Очень хотел бы получить Обширную епархию Где-нибудь в северо-западных Пределах Российской Федерации, Сказал корреспонденту Ни один из мюнхенских Прихожан архиепископа Марк. Главной припуной к достижению цели До недавних пор Служил Марк вовсе Не либерализм РПЦ-МП, Но консерватизм Латыки Виталия. После смещения старца Его место занял Бывший управляющий Синодом РПЦЗ Метрополит Лавр Шкурло. Почтенный архиерей, Но скорее функционер, Чем идейный вождь. Серый кардинал Марк, Еще лет 7 назад Отименовавший граждан России Савкане И утверждавший, Что главная задача церкви В их, нашей Принудительной русификации Возглавляет ныне Высокую делегацию. Без преувеличения Он главная пружина переговоров. Но кандидатура Владыки Кирилла Многих не устраивает Как в лоне церкви, Так и в коридорах Светской власти. Что касается РПЦЗ, То архиепископ Марк, Метрополита Кирилла, Скажем так, Любит куда менее горячо, Нежели патриарха Алексия Редигера, Которому тянется отчасти В силу общих немецких корней. Карловчан манят русские просторы, Патриархийцев, Дальние страны. Один из острейших вопросов, Стоящих сегодня на повестке дня Перед РПЦМП, Это учреждение, Цитата, Митропольичьего округа В Западной Европе Собирание всех приходов, Подчиняющихся патриархии, РПЦЗ и Константинопольскому патриарху, Под свое широкое крыло. В этом пункте Пересекаются интересы Двух частей русской церкви. Карловчане Знамо дело надеются, Что вся власть В старом свете придет к ним. Но патриархия Ведет свою игру. Обсуждая будущее православия В Европе С тамошними архипастырями, Алексий II Направил письмо Карловатскому епископу Женевскому Амросию. Не говоря уж о том, Что письмо было направлено В обход синода РПЦЗ, Епископ не получил его официально. На его факс пришла лишь Цитата Слепая Копия Исторического документа. Синод не стал обижаться На патриарха Московского И всея Руси, Но по своему Но по своему Епископу На интриганство Откуда по? Откуда? Дворя запрещал. Ставрыш по. Ага, сейчас исправлю. Синод не стал обижаться На патриарха Московского И всея Руси, Но Своему епископу На интриганство Попинял. Инцидент исчерпан, Однако переговоры И по этому пункту Могут причинять Оживленный характер. Не причиняйся Принять. Принять. Инцидент исчерпан, Однако переговоры И по этому пункту Могут принять Оживленный характер. Еще одна важная Точка совпадения интересов. Ликвидация Непокорных приходов И монастырей Так называемой Свободной Российской Церкви Во главе с Митрополитом Суздерским Валентином Русанцевым. Питомец Патриархии. Он ушел В 1989 году В Лона РПЦЗ. А когда Архиепископ Марк Стал против него Строить козни, Вместе со своей И паствой Стал Жить-поживать Особняком Посчитая Раскол за благо. Владыка Валентин Человек с характером. Даже после Обвинения В педофилии И условного Осуждения Он не сдается Врагам На милость. И избавиться От него Одной патриархии Оказалось Не по силам. Объединившись С РПЦЗ Можно будет Объявить, Что православие В России Одно Никаких других Нет И загнать Валентиновцев В глухое Подполье. Наконец Последнее По порядку Но вовсе Незначимости Цель Слияния Удвоение Сил В войне С католиками. Даже Живя в Мюнхене Владыка Марк В этом Преуспел Не упуская Случа Лишний раз Побрататься С протестантами Тем самым Подчеркивая Католики Они Главные Враги Православия И есть В чем Чем А в этом У РПЦ МП И РПЦЗ Вряд ли Обнаружится Разногласие В любом Случа Мы накануне События Последствиями Которого Может стать Передел Церковной Карты Мира Не только Православной И даже Не только Христианской С ростом Могущества Московской Патриархии С ее Фактическим Первенством Среди всех Православных Церквей Мир Станет Трехполярным Совершенно Новый Характер Приобретут Отношения Православных С католиками И мусульманами А при чем Здесь Конкретные Люди Рядовые Верующие Это уж Пусть Каждый Из них Сам Думает Кроссворды Их Тысячи Сеткой Пестрят Охранник Уткнулся Забыл Об охране Рабочий Склонился Забросил Верстак И в клеточке Буковки Тычет Упрямо Кросс Крест Означает Поставь Поперек А ворт Переводится Слово Так просто На помощь Словарь К эрудиции Прет Им Энциклопедию Нужно Кростать Допустим Попутчиков Помощь Не в счет А все же Приятно Все клетки Заполнить Иное Словечко Их Так Припечет Что слышно Как с крыши Несчастный Заводит Нет Счета Количеству Всем вариантам Поставить Слова Чтобы Буквы Внахлест Начнешь Разговаривать Глупость Баранов Достойная Многих И Жалостных Слез Ох Сколько Кроссворды Сожрали Минут Часов И столетий Но Каждый Заметил Как С глупостью Жуткой Лоб Морщат И Мнут Распутать Пытаясь Узлы Сотни Петель Читал И кроссворды Библейских Журналов Как Будто Бы К знанию Автор Влечет Проходят Часы И Активность Упала Уперлась Застыла Зависла Молчок Вредность Кроссвордов Набить Бы По Морде Поставить Зарок На Преступную Трату Найти Кто Их Выпарил В дутой Реторте Вернуть Прородившему Не Вернуть Породившему Все Их Обратно У Древних Народов Не Знали Кроссвордов У Них Наши Звуки Писались Значками Их Не Переплетали Бездельным Уродцам И Было Великое Слово Вначале Священным Писанием Сердце Наполни Мудрость Духовную Нужно Ценить Дорогою Светлую К Небу Не В Штольне На Проповедь Слова Направь Свои Дни 10 Сентября 2004 Год Игнатий Лапкин Слова А в кроссворде Какое Нет Такой темы Которая Не попала бы Во имя Отца и Сына И Святого Духа Аминь Книга Открытым Оком Тема Объединения Том 10 Вопрос 2348 Священник Из Лос-Анджелеса В зарубежье Отец Александра Лебедев Призывает К объединению С Московской Патриархией Без Всяких Условий Не хотели бы Ему Ответить Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин Наш батюшка Отец Нафанаил Судников Уже Ответил Ему Я могу Только Сказать Аминь И добавить Местописания На эту Отповедь Так Мне кажется Я читал Этот вопрос Оль Не помнишь Лебедев Судников Я читал Он только В другой Папке Был Да Считал Считал Давайте Следующий Следующий Тогда Пойдем Во имя Отца И Сына И Святого Духа Аминь Книга Открытым Оком Тема Объединения Том Десятый Вопрос 2351 Путин Вмешался В дело Объединения Ему Это Нужно Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин Даже Очень И о том Мы уже Говорили Вот Как Смотрят Люди Не Нашего Круга Михаил Поздняев Новые Известия Номер 97 13 Ноября 2003 Год Цитата И Наконец Самое Главное До слуха Правителя России Впервые Могло Быть Донесено Сообщение Или Как Сейчас Говорят Мессенджер Или Мессаги Мессаги Которая Пронесла Зарубежная Церковь Через Все Годы Изгнания Осмысление Опыта Безбожной Революции И падения Монархии Как Отнятие Удерживающего С большой Буквы И апостасии Мирового Отступления От Христа Если Это было Сказано То Есть Шанс Что Со временем Это сообщение Прорастет Сознание Правителя И принесет Добрые плоды Не надеюсь Чтобы Путин Понял Это сообщение Здесь И немедленно Судя По его Словам Цитата Россия Потихоньку Возвращается В семью Цивилизованных Наций Но думаю Что и для Русской Православной Церкви За границей Это тоже Имеет Определенный Смысл Потому что Нет Большего блага Для Церкви Чем Служение Родине Президент Еще Очень далек От духовного Понимания Этих проблем Для начала Ему нужно Понять Хотя бы Тот Простой Факт Что Наибольшее Благо Церкви Заключается Не в служении Родине А в служении Богу Я уж Не говорю Об употреблении Либерального Клише Цивилизованные Нации В кругу Тех людей Кто всю Свою Жизнь Положил На Сохранение Именно Русской До Революционной Цивилизации Во враждебном Инославном И Иноязычном Окружении Впрочем Если он Понимал Под Цивилизованными Нациями И Дореволюционную Россию В чем Сомневаюсь То Звучит Нет Звучит Все равно Весьма Двусмысленно Впрочем Человек Изменчив Даже если Это Политик И президент Будем Надеяться Что Владыками Были Найдены Точные И Правдивые Слова Которые Смогут Изменить На Лучшие Взгляды Этого Человека А Значит И Судьбу Всей России Мира Кавычки Закрываются У Путина И его Окружение Сегодня Тот же Синдром Что И У Язычников Хотевших Участвовать В создании Храма Божия Ответ Им Должен Быть Только По Библии Как Отвечал Зарвавель В чей Храм Явился Сам Иегова Первая Ездры 4 1 5 И услышали Подожди Сергей Не явился А явится В будущем Речь идет Понял Ответ Им Должен Быть Только По Библии Как Отвечал Зарвавель В чей Храм Явится Сам Иегова Первая Ездры 4 1 5 И Услышали Враги Иуды И Вениамина Что Возвратившиеся Из плена Строят Храм Господу Богу Израилеву И Пришли Они К Зарвавелю И К Главам Поколений И Сказали Будем И Мы Строить С Вами Потому Что Мы Как И Вы Прибегаем К Богу Вашему И Ему Приносим Жертвы Ад Эденей Асардона Царя Асардана Царя Сирийского Который Перевел Перевел Нас Сюда И Сказал Им Зарвавель И И Иисус И Прочие Главы Поколений Израильских Не Строить Вам Вместе С Нами Дом Нашему Богу Мы Одни Будем Строить Дом Господу Богу Израилеву Как Повелел Нам Царь Кир Царь Персидский И Стал Народ Земли Той Ослаблять Руки Народа Иудейского И Препятствовать Ему В строении И Подкупали Против Них Советников Чтобы Разрушить Предприятие Их Не Все То Золото Что Иногда Блестит С Интенцией Такой Под Носом Утираем Мощением Головы Пытаемся Крестить И Храм Любой Толпа Считает Раем Блестит И Риза На Худой Конец На Азах Удалом Жирном И Бездарном Тот Бать Как Кто Надел С Цепочкой Крест И Вместо Проповеди Газ Пустил Угарный Слова И Действия По Библии Проверьте Все Так Ли Говорит Слащавый Поп Быть Может В Храме Лишь Скоты Звери Кому Причастие И Исповедь Не Впрок Из Обещаний Речи Депутатов Пузатых И Крикливых Краснобаев Их Легион Уродливо Горбатых Всем Обещали Завтра Дать По Раю Не Все То Золото Что Языком Намолото Проверь Сравни С Писанием И Говы Увидишь Водоемы Без воды Расколоты В проектах Значатся Как полные Новые Блестит Начищенный Как пуговица Купол С усанным Золотом Архиерей Обвешан Не сам ли Дьявол Так Увел Запутал Промямлят Промямлят Прикончины Виноват И Грешен Живая Заповедь Заменена Моленьем Сергей Проповедь А ты Заповедь Читаешь Так Живая Живая проповедь Заменена Моленьем Стоянием Языческим Шатанием Поп Поп Прихожанам Перебил Голени И Выбросил Ненужное Писание Не Все То Золото Что При Свечах Блестит Нахваливается Без Малейшей Пробы При Обещании Нам Все И Вся Простить Но Не Сказал Как Многих Он Угробил Слова Что В Библии Очищены Огнем Перелопачены Отцами Втолкование Их Рассылуем Приняв Или Пнем Бездействием Халатным Не Словами 17 Июля 2004 Год Игнатий Лапкин Да Попу Зажим Оганным Газом Травит Трудная Наша Дожа Сказ Говорил Новый Царь Молоко Надо Когда Они Там Потрясали Иван Васильевич Меняет Профессчица Обнимает Эту Марку Тебя Забетет Во имя Отца И Сына И Святого Духа Аминь Книга Открытым Оком Тема Объединения Том 11 Вопрос 2429 Стремление К Объединению Имеет Под Собой Ту Основу Что Зарубежная Церковь Никогда Не Считала Себя Отдельной Или Автокефальной А значит Только И ждала Когда же Вновь Влиться В свою Прежнюю Епархию Так За что Же Осуждают Митрополита Лавра Сегодня Отвечает Игнатий Тихонович Латкин Да Так И было Но пока Были в гостях За границей В это время Мать Второй раз Вышла Замуж Из-за Бандита А он Завел Свои Порядки И ждет Возвращения Заложникова Чтобы Убить Его Изнасиловать И Зарезать Так Следует Ли радоваться Этому Возвращению Когда Случилось Что Ничего Когда Случилось То Чего Не Предвидел Ни Один Митрополит Зарубежья Ни Патриарх Тихон Цитата Чтобы Освободить Нашу Иерархию В России От ответственности За Непризнание Советской Власти Заграничной Частью Нашей Церкви Впредь До Восстановления Нормальных Сношений С России И До Освобождения Нашей Церкви Отгонений Безбожной Советской Власти Заграничная Часть Нашей Церкви Должна Управляться Сама Согласно Священным Канонам Определением Священного Собора Всероссийской Поместной Православной Церкви 1917-18 Года И Постановлению Святейшего Патриарха Тихона Священного Синода И Высшего Церковного Совета От Седьмого По Новому Стилю 20 Ноября 1920 Года При Помощи Архиерейского Синода И Собора Епископов Под Предстоятельством Киевского Митрополита Антония Великой Собор Предстоятельства 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 и предстоятельства Это разные слова Собора Епископов Под Предстоятельством Киевского Митрополита Антония Заграничная Часть Русской Церкви Почитает Себя Неразрывную Духовно Единою Ветвью Великой Русской Церкви Она Не отделяет Себя Своей Матери Церкви И не считает Себя Автокефальную Она По-прежнему Считает Своей Главой Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Петра И возносит Его имя За богослужениями Кавычки Закрываются Пропниемия 2.10 Когда Услышал Сие Санавалат Харанит Итовия Аммонитский Раб То Им Было Весьма Досадно Что Пришел Человек Заботиться О благе Сынов Израилевых Неемия 13.7.8 Когда Я пришел В Иерусалим И узнал О худом Деле Которое Сделал Или Ошив От Делов Для Тови Комнату На дворах Дома Божия Тогда Мне было Весьма Неприятно Я Выбросил Все Домашние Вещи Товины Вон Из Комнаты Серахова 13.12 Когда Сильный Будет Приглашать Тебя Уклоняйся И тем Более Он Будет Приглашать Тебя Ничто Ничто Не Препятствует Объединению Так Как Нигде Нет Миссионерской Настоящей Работы И Евангельской Веры А Все Утонуло Во Бредоверии Готоверии 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 Книга Так Во имя Отца и Сына И Святого Духа Аминь Книга Открытым оком Тема Объединения Том 11 Вопрос 2430 Указывает ли Соборное Положение 1990 Года Еще Какие Нибудь Проблемы Стоящие На пути Единства Двух Частей Русской Церкви Из Материалов Корягина Отца Евгения Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин Кавычки Открываются Да Это Проблемы Внутри Церковной Жизни Сюда Можно Отнести Цитата Искажение Таинств Обрядов Проповеди И Небрежение В распространении Слова Божия Отказ От Катехизации Приведшие Массы Мирян К невежеству И К поверхностному Восприятию Христианства Пункт Четвертый Кавычки Открываются Отрыв Иерархии Иклира От Паства Небрежное И Горделивое Отношение К мирянам В нарушении Апостольского Завещания Священнослужителям Не Господствуй А Будь Пример Пункт Седьмой Еще Широко Распространившаяся Нравственная Распущенность И Сребролюбие Духовенства Пункт Восьмой Над ними Должен Совершиться Соборный Суд В Церкви Не наше Дело Предвосхищать Его формы И решения Но Здравое Церковное Сознание Подсказывает Желательность Такого Суда До Страшного Суда Божия И Ложь Декларации Состояла Совсем Не В Провозглашении Некоего Нового Принципа Искажающего Учения Церкви О Взаимоотношении С государством Недаром Митрополит Сергий И все Его Апологеты Подчеркивали Что В Декларации Не Содержится Ничего Неправославного Действительно Никакого Вероучительного Искажения Декларация Не Содержит Поэтому Напрасно Стали бы Мы Отыскивать В Декларации Лжеучения И пытаться Опровернуть Его Истинным Учением Церкви Изложенным В социальной Концепции Ложь Декларации Не в учении А в приложении Этого учения К конкретной Ситуации В советской России Дело в том Что советская Власть Как известно Ставила Свою целью Уничтожение Церкви Поэтому Многие Законы И распоряжения В области Религиозной Политики Прямо Противоречили Церковным Правилам Там Где Власть Вмешивалась Во внутреннюю Жизнь Церкви С целью Ее Подавления Советская Власть Таким Образом Посягала Не только На Кесарева Но и На Божие Матфея 22 21 Именно В этой Области Православные Христиане Не могли Подчиняться Советским Законам Конфликт Был Неизбежен Но виновата В нем Была Конечно Не церковь А власть Принимавшая Заведомо Антицерковные Законы Ложь Декларации Во все Целом Подчинении Церкви Политическим Задачам Безбожной Власти Под лицемерным Предлогом Лояльности Ложь Декларации В потакании Тоталитарным Претензиям Власти И повторении Про истекающей Из них Клеветы На церковь За якобы Нелояльной К власти И виновной В собственных Бедах Вызванных Цитата Естественным И справедливым Недоверием Власти К церкви Ложь Декларации В признании Советской Власти Законной И от Бога Поставленной Сложной Ссылкой На текст Апостола Арифлянам 13.1 Которое Православным Якобы Должно Повиноваться За совесть А не только За страх Ложь Декларации В отождествлении Радости И горести Церкви И этой Власти То есть В духовном Братании Христиан С безбожниками Покаяние Суть Подлинной Духовности И зов К покаянию Содержание Истинной Христианской Проповеди К сожалению Нигде Кроме Нескольких Интервью Митрополита Лавра Мотив Покаяния Не прозвучал О такого Рода Диалогах Наравных Преснопамятный Епископ Григорий Грабе В свое Время 1989 Год Писал Цитата Пользуясь Терминологией Века Сего Анонимный Родитель Соглашения Между Истиной И ложью Зовет Нас Для начала К диалогу Напомню Что В свое Время Склонение Первых Людей К греху Начиналось С диалога Евы С дьяволом В образе Зме Теперь Диалоги Особенно Модны Отражая Современное Равнодушие К истине И проявляя Благорасположение Ко всякому Заблуждению Они Еретиков К православию Пока Не приводят Святые Отцы Диалогов С язычниками Не вели Они Ясно Исповедовали Истину А их Обличали Или Увещевали Они Старались Добиться Их Обращение А Не Соглашение С ними Епископ Григорий Граббе Не могу Вместе Предстоять Пред Богом Секретные Осведомители ЧК И их Жертвы Не могут Мученики Окормления Окормления Работа С Молодежью Книга Издательства Благотворительность Подвергались Преследованию Церковной И Государственной Власти Запрещались Служения Ссылались На Дальние Приходы Гонения На Религию В СССР Никогда Не Было И Нет Заявил Митрополит Сергий Вместе Со Своим Синодом 15 Февраля 1930 Акты Страница 682 В 1942 Году Он же Писал За годы После Октябрьской Революции В России Бывали Неоднократные Процессы Церковников За что Судили Этих Церковных Деятелей И Исключительно За то Что Они Прикрываясь Ариасой Или Церковным Знаменем Вели Антисоветскую Работу Это были Политические Процессы Отнюдь Не имевшие Ничего Общего С чисто Церковной Жизнью Православная Церковь Сама Громко И решительно Осуждала Таких Своих Отщепенцев Изменяющих Ее Открытой Линии Честной Лояльности По отношению Советской Власти Правда Религии В России Издание Московской Патриархии 1942 Год Церковь И Власть Москва 1992 Год Страница 22-23 Пожалуй Это Самый Страшный Плод Христианства Отречение От Мучеников Разрыв Убелившими Церковью Церковью Церковь Со святыми Со святыми Убелившими Своей одежды Кровью Агнца Откровение 714 Официальная Патриархия Пребывала Долгие годы То же Что В кавычках Сохранил Митрополит Сергий Представляло Собой Печальное Явление Цитата Церковь Диктаторски Руководимая Атеистами Зрелище Невиданное За два Тысячелетия Писал Александр Александрович Солженицын В своем Великопостном Письме Патриарху Пимену 1972 Год Какими Доводами Можно Убедить Себя Что Планомерное Разрушение Духа И тела Церкви Под руководством Атеистов Атеистов Есть Наилучшее Сохранение Ее Сохранение Для кого Ведь уже Не для Христа Сохранение Чем Ложью Но После Лжи Какими Руками Совершать Евхаристию Листовка Выданная Автором Известна Реакция Патриарха Пимена На Это Письмо С Грустью Патриарх Заметил Цитата Поместить Бы Писателя На Некоторое Время В Мои Архиерейские Сапоги Что Бы Он Тогда Сказал Может Быть Поэтому Не Нашли Отклика У Адресата И Следующие Слова Александра Исаевича Солженицына Цитата Лишенный Всяких Материальных Сил В Жертве Всегда Одерживает Победу И Такое Же Мученичество Достойное Первых Веков Приняли Многие Наши Священники И Единоверцы На Нашей Живой Памяти Но Тогда Бросали Льва Сегодня Же Можно Потерять Только Благополучие В Эти Дни Коленно Опускаясь Перед Крестом Вынесенным На Середину Храма Справедливо Просите Господа Какова Же Иная Цель Вашего Служения В народе Почти Утерявшим И дух Христианства И Христианский Облик Там же Но К сожалению Владимира Владимировича Путина На основании Его Публичных Высказываний И поступков Нельзя Признать Вполне Православным Человеком Он Скорее Является Носителем Секулярного Либерального Мировоззрения Например Он считает Что Цитата Различия Между Религиями Придуманы Людьми И Столь же Уверенно Зажигают Ханукальные Огни Вместе С Иудеями Как и свечи В православном Храме Вообще Очевиден Очевиден Либеральный Толерантный Масонский Характер Демократической Идеологии Утвердившейся Сейчас В России В качестве Официальной Если коммунисты Выдавали Ложь За Абсолютную Истину То Сейчас Вообще Отрицается Существование Абсолютной Истины И потому Утверждается Равноправие Равнозначность Истинной Лжи Добра И зла Цитата Каждый Имеет Право На свое Мнение И каждый По своему Прав Поэтому Не следует Спорить Из-за Мелочей Проявлять Узость И Нетерпимость Гораздо Правильнее Всем Объединиться Ради Без Конфликтного Сосуществования Павычки Закрываются Иеромонах Серафим Роуз Придавал Вопросу Сергианства Большое Значение И считал Что в нем Заключается Цитата Важный Ключ К пониманию Положения Церкви В целом Отец Серафим Писал Цитата Сергианство Станет Все более И более Острым Предметом Споров Сущность Сергианства Связана С проблемой Присущей Всем Православным Церквам В наши Дни Потерей Духа Православия Пренебрежением Церковью Восприятием Организации Как тело Христова Верой Что благодать И таинство Действует Автоматически Логика И порядочность Не помогут Нам преодолеть Эти камни Преткновения Потребуется Много Страдания И духовного Опыта И немногие Поймут Суть Всего Дела Кавычки Закрытые О сергианстве 2001 Год Страница 2 В другом Месте Отец Серафим Писал Что Цитата Упорство В сергианстве Есть Ересь Как пророчествовал В свое время Преподобный Лаврентий Черниговский Почивший В 1950 Году Цитата Приходит Время Когда И Недействующие Храмы Будут Ремонтировать Оборудовать Не только Снаружи Но и Внутри Будут Золотить Купола Храмов И Колоколин А когда Закончат Все Наступит Время Когда Воцарится Антихрист И Видите Как Все Коварно Готовится Все Храмы Будут В величайшем Благолепии Как Никогда Но Входить В них Православному Христианину Нельзя Будет Так Как Не Будет Приноситься Бескровная Жертва Иисуса Христа А Будет Сатанинское Сборище Антихрист Будет Короноваться Как Царь В Иерусалимском Великолепном Храме С участием Духовенства И Патриарха Цитата По Там же Страница 911-912 В том же Духе Писал О последних Временах Святитель Феофан Затворник В своем Известном Толковании На второе Послание К Солунянам Цитата Хотя Хотя Время Христианс Будет Слышаться Повсюду И Повсюду Будут Видны Храмы И Чины Церковные Но Все Это Только Видимость Внутри Ниже Отступление Истинное Конец Цитаты Ибо По мысли Отца Серафима Роза Вообще Опасен Цитата Поворот К формальной Официальной Стороне Православия Как Если бы Главная Суть Нашей Религии Состояла Бы В церемониях Помпезности Официальных Встречах И Отчетах В этом И Была Ошибка Первосвященников И Фарисеях Во времена Христа Пока Церковь Хорошо Организована Пока Ничего Не делается Без Официального Разрешения Высших Инстанций Пока Церковные Службы Четко Исполняются И Достаточно Впечатляющие На Это Время Можно Забыть О Евангельском Учении И Распять Самого Христа Без Угрызений Совести Журнал Русский Паломник Номер 9 1994 Год Страница 72 Будем ли мы Тогда Готовы Пожертвовать С таким Трудом Воссозданным Внешним Ради Внутреннего Или Опять Как Метрополит Сергий Приняемся Уступками В кавычках Спасать Церковь Всецело Отождествляя Ее С дорогими Сердцем Формами И структурами А Они Стараются Сгромоздиться На Очень Выгодную Для себя Позицию Но Неужели Эти Церковные Проблемы Можно Решить Только Путем Измены Верии И Убеждением Наших Отцов И Неужели Лучший Способ Избежать Разбоя Это Договориться С разбойником Но Для Всех Сколько Нибудь Подробно Знакомых С российской Ситуацией В цифрах И Фактах А Также Для Нас Живущих Здесь Очевидно Что Под Демократической Властью Русский Народ Не Возрождается А Гибнет Кавычки Закрыты Слово Объединить Объединение Совершенно Отсутствует В Библии Но Есть Слово Единый Смысл Не во Внешнем Но Единство Во Внутреннем Во Христе В Боге 2 Маковейстка 1 25 Единый Податель Всего Единый Праведный И Всемогущий И Вечный Избавляющий Израиля От Всякого Зла Избравший Отцов И Осветивший Их 1 Тимофею 6 15 16 Которая В свое Время Откроет Блаженный И Единый Сильный Царь Царствующих И Господь Господствующий Единый Имеющий Бессмертие Который Обитает В неприступном Свете Которого Никто Из Человеков Не видел И Видеть Не может Ему Честь И Держава Вечная Евангелие Таана 17 22 И Славу Которую Ты дал Мне Я дал Им Да Будут Едино Как Мы Едино Объединение Совершенно Невозможно Там Где Нет Единства По Библии Вокруг Христа Столько Лет Кичилась Недотрога Осуждала Блудную Сестру Робко Озиралась У порога Со стыду Бы Думала Умру Видела Сестру В багряных Ризах Черви Копошаться А не люди К их Рукам Поганым Прикоснуться Ждать Благословения От Иуды Не смогла Стерпеть Свой срок Дадюжить До прихода Жениха С небес Пояс Затянуть Еще Потуже Лобызая Неказистый Крест Мало Лишь Что Молвят Злые Звери Все Обмозговать Бы Обкумекать В церкви Господин Не царь Без веры Царь Царей Он Альфа И Омега Значит Не напрасно Алчный Плачет До чужих Приходов Так Охочь Храмы Переделает Под Дачи Даже Бог Не в силах Вам Помочь Что Ты Оглянись Какие Жабы От Нечистых Выползают Уст В пятнах Барса С чернотой Араба Этот Дом Христом Оставлен Пуст Рассекретить Планы Нам По силам Возвещая Слово Иеговы Храмы Православные Под Виллы С Жабами На Нас И Тучные Коровы Всех Сожрут Растопчут Распылят Распахнувшие Для нас Свои Объятия Нас Задушит Коршун Как Цыплят Не Поленимся Не Поленится Когда Мы Просто Спятим Господи Не Дай Объединения С той Кто Побраталась С Семиглавым Змеем Умоляем Стоя На Коленях За Грехи И Глаз Поднять Не Смеем 18 Ноября 2004 Год Игнатий Лапкин Благодарю За Помощь За Внимание Спаси Христос Было С вами Хорошо Осталось Кто Оля Надежда С Богом Сошел Больше Никого Нет Оля И До Известной Степени Пленили В таком Духовно Нетрезвом Состоянии Вы Утратили Дар Святого Духа Различия Духов И На Все Стали Смотреть Превратно Через Розовые Очки Для вас Вдруг Экуменизм Куда-то Провалился И это Все С вами Произошло Тогда Когда Московская Патриархия Объявила Во всеуслышание Орбе Эт Орбе Орбе Не знаю По-немецки Что Все Наши Священно Мученики Пострадали Вне Ограды Церкви И по Этой Причине Этих Стародерпцев Московская Патриархия Не Прославляет Это Там Означали Для Сел Для Сел Родов Это Когда Говорит Там Это По-латыни То есть Объявили Всем Во всеуслышание Старод 잘 сейчас Что Страстотерпцев Да Старatten Страстотерпцев Московской Патриархии Не Прославляет А Для самой Московской Патриархии Это Церковь Узур Патрос А для самой Московской Патриархии И это церковь узурпатора церковной власти митрополита Сергия и, конечно, последовательно его преемников вплоть до патриарха Алексия II. А для нас это церковь лукавнующих, церковь антихриста. Этим своим кощунственным объявлением московская патриархия завершила и запечатлела свое безвозвратное отпадение от тела церкви Христовой. Теперь уже на нас ложится священный долг, неотъемлемое право также объявить о безблагодатности московской патриархии во всеуслышание и уже больше не иметь с ней никакого общения. Нельзя не отметить, что непрославление священно-мучеников раскрывает в какую бездну богословского невежества в области догмата о церкви впала московская патриархия. Очень боюсь, владыка, что ваш личный необдуманный и без совета скоропостижный шаг и его последствия, лишив вас дара различия духов, поставили вас у самой пропасти древнего дракона, у самой пасти древнего дракона, готового вас поглотить. Да не будет с вами такового. О чем буду молиться нашей Адегитрии в день ее праздника? Мы, владыка, не чудаки, а церковь Христова, на земле воинствующая, а на небесах торжествующая со всеми положившими души свои за Христа Бога нашего, то есть за Церковь Христову. Ваша поездка в Россию якобы научного характера, а потом и в Москву, патриарху Алексию, превратилась в незаконное общение с московской патриархией, на что вы не имели никакого благословения. Теперь также стало известно, что вы в свое время уже встречались с патриархом тайно от нас, а сейчас вы поехали в Москву вторично встретить патриарха, к чему научная комиссия в Твери вас не приглашала. Так это типично для московской патриархии собрать отовсюду словистов, историков, литературоведов, языковедов и социологов, шевелить запыленные архивы древней письменности, пускать пыль в глаза массы недогадливых и недомыслящих мещан. Пауэр-эпатэ-ла-бургэс, не знаю как переводится. И одновременно кощунственно надругаться над кровью священномучеников и исповедников российских. Вот она, красная московская патриархия во всей красе. Как это все огорчительно и спорно... Почему ты выбросил, не пойму я? Вот это? Да. Просто перешагнул и все, почему не могу понять. Вот она, красная московская патриархия во всей своей красе. Все это... Как это все огорчительно и спорно. Митрополит Виталий. Вот такой раз. Ну что я... Я документы опубликовал. Какой пост он сделал. Какая моя вина-то? Как мне священники сказали, весь Банолий год. Как бы не вы, никто бы не знал, как правильно крестить, а теперь все звонят, приходят, спрашивают, зачем это сделать? Я виновен, что сказав, что священие неправильно не было. Это прямо, прямо не кто-то настоятель, Вайтович. Из крестного хода вывалился прямо на меня, плачущим голосом. И вы знаете, что вы наделали? Да коли вы будете теперь дать нашу мать в церковь? Ай, она мне и не мать. Хуже мать, и кто со мной поступает. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Книга «Открытым оком. Тема объединения». Том 9. Вопрос 2246. Лично вы высказались как-то по вопросу объединения с Московской Патриархией? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Письмо послал своему правящему архиерею вот такое. Цитата. «Дорогой наш владыка Евтихий, я бы и не стал писать ничего, скорбя только в сердце своем, но отец Иоаким настоял, чтобы я все же написал вам письмо». Речь вели мы о событиях близлежащих, соединении с Московской Патриархией. «Хотя и отрицались наши архиереи, что ни о каком соединении нет речи, но однако очень уж похоже, что было уже тогда что-то на это тянущее. И вот, если это произойдет, тогда что же нам? Ложись и помирай!» Я взял и показал нашему батюшке ваше фото и местного епископа. «Да это же две несовместимые личности. Мы теряем свободу, мы теряем самобытность, теряем все. Нас они тут же и задушат. Мы их очень уж хорошо знаем». И сколько зарубежные епископы возмущались, что эти разбойники у них отняли храмы в Палестине и в других местах, а теперь к ним же и идут. Это напоминает, что когда ограбивший не отдал похищенное, а у ограбленного нет других способов вернуть себе свое, тогда ему предложили вступить в эту банду, и тогда твое будет тебе доступно как участнику этого общика. То есть тогда твое к тебе придет на основании нашего общего. «С какой бы стороны ни посмотрел на эту», цитата, «свальбу прелюбодеянного запаха, «отовсюду рога и хитрости и оскалы их зверины». Да, благодарю. С какой бы стороны не посмотрел на эту свадьбу пролюбодейного запаха, отовсюду рога и хитрости и оскалы зверины. С вами нам так хорошо и полезно было жить и встречаться. Мы искренне любим вас и никому не хотим идти, чтобы не посадить себе губителя на шею. Мы рассуждали о том, что если произойдет эта трагедия, что же тогда нам? Это тоже нужно обдумать и очень хорошо спроглядан в завтра. В основном в храмах и порядок, и поведение, что в московской патриархии, что в РПЦЗ бесконтрольное. Нигде не выполняются оглашенные языки, нет проповеди, полное обмерщение, опоганенное, оязыченное лжеправославие. Нет катехизации. И им объединение или пребывание в этом литургическом сне, какая разница где спать? Но где есть жизнь, где есть труд духовный, там соединение с московской патриархией принесет только полное изничтожение верных. Эти разрушители патриархийные, они совершенно бессовестные лжецы. Ложь их основная движущая сила. Даже если они отвергнутся от декларации Сергия, выйдут из экуменизма, это ни на грамм не облегчит их сегодняшнего греховного груза. То есть без деятельности на духовном поприще. Они мертвы. И соединение с ними, это для тех, где есть жизнь, означает быть погребенным с ними в саркофаге вместе с мертвецом. Соединившись, они передушат всех, кто не будет им подобен. А старых архиереев потравят как таракана. Если будет объединение, то нужно расстаться с этими пропатриархийными по-хорошему. Развести все точно по нолям. Образовать свой синон здесь, о чем я советовал подумать еще в августе 1992 года, когда был в синонии. Ситуация, как у протопопа Аввакума, когда он говорил о надвигающихся изменениях. Видим, яка зима хвощит быти, и руки у всех задрожали. Искренно любящий вас, Игнатий и наши братья. 26 октября 2003 год. Упокой, Господи, в отцарстве Твоем, приученный с детства к заунывной песне. Не заглянуть за тусклый окоем, где умершие все вдруг почему-то в месте. Потом из Библии ответы те узнал и полюбил ее стихи и главы. Живущим переезд сидим мы на узлах. Куда маршрут? Вопрос тот самый главный. Переселяться, что с собою взять? Что защитит на грозных перевалах? Из вожделенного ничто туда нельзя. Великим числившийся там безмерно малый. За грех, за преступления и проступки, за отпадение от заповедей Божьих, за мысли, за слова по месту и по суткам ответ держать на двадцати таможнях. О, если б кто-то выкупил меня и заплатил долги по всем распискам, избавил от гиенского огня, дабы предстал перед судьею чистым. Бог есть любовь. И только по любви он сына своего назначил в жертву. В него уверовал. Теперь он мой рави. За грех распятый он воскрес из мертвых. Он заплатил с собою на Голгофе. Грех пригвоздил к позорному кресту. Кровь запеклась на гневе цвета кофе. Все запалили красными, все капли красными принявших прорастут. Прими, Евангелие, слов Христа неложных, да упокоиться в душе твоей воскресшей. Мне обувь благовестника сапожник с прицелом дальним шьет. Он был такой же грешник. Покой мы обретем свои корыстные. С собою и своим пожертвуем вполне. Чтоб в книге жизни лично был записан приличная встреча с Богом на земле. 3 июля 2004 год Игнатий Лавкин. Ай да молодец. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Том 9. Вопрос 2253. Тема «Объединение». На сегодня все так и смирились с объединением с патриархией в вашей юрисдикции. Или что-то делается, чтобы на добро было это соединение, если его уж никак не миновать. Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. Трепыхаться никому не запрещено, да если надежда на большие. Назначено, когда и какому зверю прийти, он и явится по предназначенному. Но вот какой клык в его пасти будет, выплюнет ли он его или сожрет, это уж Богу известно. Прог Даниил 7.5. И вот еще дверь второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так. «Стай, ешь, мясо много». Но наши пастыри далеко не все готовы лезть в пекло безбожной и лживой блудницы. Цитата. Обращение мирян к архиерейскому синоду РПЦЗ июль 2004 год. Мы, ниже подписавшись, обращаемся к вам с настоятельной просьбой не принимать решения по делу о сближении с теперешней московской патриархией до созыва Всезарубежного собора духовенства и мирян. Так как этот судьбоносный вопрос является самым важным со времени 1917 года и должен быть обсужден представителями всех частей нашей церкви соборно в целях достижения духовного единства. Это единство вот уже в течение многих десятков лет с Божьей помощью вело и направляло нашу церковь сквозь тьму всяких испытаний и соблазнов неправославного и нехристианского характера. Сохраняя свою независимость в течение 87 лет, русская православная церковь за границей в своей полноте со своими епископами, духовенством и мирянами сохранила чистоту православно-христианского мировоззрения, которое, к глубокому сожалению, многими церквами было утеряно или опорочено. Этот важнейший, потрясающий наши религиозные души вопрос должен быть свободно и соборно со всех сторон обсужден на нашем всеобщем поместном церковном соборе, архиереями и духовенством и мирянами, тремя составными частями всех истинно православных церквей на благо русской православной церкви. Отсутствие какой-либо из них уничтожит ту полноценность решений, которая так необходима русской православной церкви и, возможно, расширит и углубит уже существующие в РПЦЗ серьезные разногласия или расколы. Плод чрева разродившейся потемки, и поздравлений им отнюдь не шлите. Лебедь вылупился, гадкий ли утенок, что станет запеленатой улиткой? Все счастье в том, что мать не умерла, что баржа разгрузилась, сохранилась, а может вырастить в неверую Пилат или апостольский молитвенник Корнилий. Благословенно чрева новой Евы, не Каина, а Авеля зачавши, кто после смерти не рыдает слева, где добротой наполненная чаша. Мучитель или мученик в пеленах, повитый раскраснелся от обиды, пока что разделяет нас клеенка, а дальше что, то никому не видно. Не поздравляйте с дочерью, ни с сыном, на наши головы, быть может, новый деспот. У многих кровь от ужаса застынет, земной простор покажется нам тесным. Молитвой пеленайте чада чрева, кормите Божьим словом, жмитесь к храму. Такая мать и у нищете царевна, свет лучезарный на заплатах драных. Пусть чада слышит пение молитв, а не за здравных тостов пустоту. Таких почтить Писание велит, кто сам Христа нашел и вел иных к Христу. Не смею поздравлять с рождением чада, лишь затаенно опущу глаза. Какая тьма рождается для ада, каких несчастий ждет их полоса. Желаю благовестника увидеть, мир отсчастливлен каплею от Павла. Его в пустыне соты ждут акриды, сажают дерево ему на сорок палок. 3 июля 2004 год. Игнатий Лапкин. Субтитры сделал DimaTorzok Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Объединение». Том 10. Вопрос. 2335. Разве раньше архиереи зарубежной церкви не были единодушны по отношению московской патриархии открытия своих приходов и рукоположения епископов своих специально для России? Как же теперь они осуждают столь решительные и благотворные свои действия? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Ничем, как только помрачением ума и совести тех, кто объявляет открытие приходов от зарубежной церкви в России ошибочными. Дело так обстоит, что теперешние архиепископы Марк и Илларион, бывшие к тому же тогда секретарем в Синоде, были за открытие этих приходов и рукоположение епископов для России. «Лучшие свои деяния они теперь охаивают. Да не вменится им это, и да не сбудутся их желания соединиться с беззаконными и нераскаянными и рачекистами. Нашим приходом устраивают современный лиенц». Евангелие от Матфея 24.4 «Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прелестил вас». Колоссянам 2.4 «Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прелестил вас вкрадчивыми словами». «Послание архиерейского собора русской православной церкви за границей верным пастырям и возлюбленной пастве нашей». Кавычки открываются, троеточие. «Верим и исповедуем то, что в храмах Московской Патриархии, в тех из них, в которых священник горячо верит и искренне молится, являясь не только служителем культа, но и добрым пастырем, любящим своих овец по вере приступающих, подается в таинствах спасительная благодать». Немногочисленны эти храмы на необъятных просторах русской земли. Храмы катакомбных христиан, братьев наших, в которых совершают богослужения священники, сохранившие каноническую преемственность, отпринявших мученические венцы истинных архипастерей церкви, «Еще более малочисленны и недоступны широкой массе верующих». Вот почему обращаются к нам священники и верующие из России с просьбой покрыть их амафором, дать им благодать. Пастырская совесть говорит нам, что мы не только можем, но и должны помочь им, испытывая каждый раз причины, побудившие их обратиться к нам. Однако приступаем мы к этому своему новому служению с большой осторожностью, возлагая надежду на помощь Божию, ибо невозможное человеку возможно Богу. Не знаем мы еще, насколько демократизировалась советская власть и насколько реальна перестройка. Мы же, со своей стороны, готовы протянуть руку нуждающимся в нашей помощи, если благословит Бог. Создадим ли мы этим раскол в церкви, как думают и говорят некоторые, не понимающие благодатной жизни церкви? Они, очевидно, забыли или не знают того, что раскол в Российской Церкви создан уже 63 года тому назад митрополитом Сергием и его последователями. Страшные последствия декларации Московской Патриархии, не изжелая в наши дни, потеряв внутреннюю свободу церкви, грубо нарушая 30-е апостольское правило. Если какой епископ, мирских начальников употребив, через них получит епископскую в церкви власть, да будет извержен и отлучен и все сообщающиеся с ним. И решительно и бесповоротно стоит на этом пагубном пути даже теперь, когда во всех слоях общества освобождаются от грехов, лжи и лицемерия прежних десятилетий. В свое время в церковное управление Московской Патриархии влились бывшие обновленцы. Они внесли модернизм и чрезмерное увлечение экуменизмом. Стоит перед нами и следующий вопрос. Может ли иерархия Русской Православной Церкви за границей иметь своих епископов России на русской земле? Мы думаем и верим, что не только можем, но и должна. Ведь русская земля не является для русских епископов территорией чужой автокефальной церкви. Огромные просторы России, в которых миллионы верующих остаются без священников, без благодатного окормления. Мы получаем множество писем от верующих и страдавшихся без духовной пищи, в которых они умоляют нас дать им священников. Подобно нищему, они просят дать им хлеба духовного, и можем ли мы в их протянутые к нам руки положить камень безразличия и равнодушия? Да не будет. Наш долг сделать все возможное, чтобы удовлетворить их духовный голод. Московская патриархия, очевидно, не может сделать этого и потому не имеет права воспрепятствовать нам. Никто не знает, что ждет еще нашу Родину, какие перемены произойдут в ближайшее время в ее жизни. Пока открыта только щель, возможно, временная, и мы должны воспользоваться ею, а остальное в руках Божьих. Ибо Бог наш, Бог творящий чудеса, да будет его святая воля. Третьего, по новому стилю, 16 мая 1990 года. Председатель Архиерейского собора, митрополит Виталий. Члены Архиерейского собора. Архиепископ Антоний Лос-Анджелеский, архиепископ Антоний Женевский, архиепископ Антоний Западноамериканский, архиепископ Павел, архиепископ Лавр, епископ Алипий, епископ Марк, епископ Лазарь, епископ Иларион, епископ Константин. Смотри, как. Но только б с верой крепче, чем гранит, суметь противостать врагов наскоком, насмешком над льющейся печалью, в той нищете смотреть открытым окон, спастись от дикости исламского начальства, их самодурства, алчности, блуда. Нет ни предела, как и темноте, быть совестью в содружестве, в ладах и помнить, что Иисус нас всех чистее. Как устоять голодному ребенку в той атмосфере злого фанатизма, угроза смерти, с миноретов громко, что без Христа жизнь только страшный призрак. Невыносимо слышать клевету на любящего, кроткого Иисуса, так каждый день и ночь тык как в бреду. Попреки и толчки, что уродился русским. Ермо, попавшего в рабы чеченской злобе, скрипит проржавленным болтом и бьет в ключицу. Их автомат нацелены на взводе, когда тайком склоняюсь помолиться. Мне плакать с плачущими Богом суждено, на сердце раны гнойные, и память вся на рывах, С отверженными стражду явно, не в кино, с односельчанами, любимыми в норыми. Не опуская руки по ночам, перебираю четкие лестовки оковы. И даже в обороне не держал меча, без крови бьюсь и за врагов единокровных. 16 августа 2004 год, Игнатий Лапкин. На пару минут отойду, перерывчик. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Также смотрю на удовольствие по ночам. Игнатия Лапкин. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема объединения. Том 10. Вопрос. 2337. Похоже, что соединение патриархии с зарубежной церковью не за горами. Какие были друг к другу претензии устранены? Говорят, что какое-то покаяние было у архиереи, у патриархии и зарубежных друг перед другом. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Друг перед другом попросили извинения в том, что некорректно, грубо разговаривали, а сути своей ни тот, ни другой изменить не могут и не хотят. Патриархия не может вывести из экуменизма и велюжество оправдывает свое нахождение во Всемирном Совете Церквей. Позорную декларацию Сергия не только не предали анафеме, но еще и защищать умудряются. Газета «Аргументы и факты», номер 42, октябрь 2004 года, страница 10. Патриарх Алексий говорит, цитата. Примечательные слова из послания митрополита Сергия, которое было оглашено в 1927 году. «Мы хотим быть православными и хотим осознавать Советский Союз своей Родиной, радости которой наши радости и печали которой наши печали». К этим словам часто придирались. И та же русская зарубежная церковь говорила, какие могут быть общие радости у церкви с атеистическим государством. А отношение к Родине должно быть сыновнее, жертвенное. И радости ее наши, и печали ее – это наши печали. «В этом и есть патриотизм, который необходим сегодня». Рок Даниил 3, 44. «И да постыдятся все, делающие рабам твоим зло, и да постыдятся со всем могуществом, и сила их да сокрушится». Псалом 49, 18. «Когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься». Иакова 4, 4. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Иова 6, 20. «Но остаются пристыженными в своей надежде, приходят туда, и от стыда краснеют». Иеремия 6, 15. «Стыдятся ли они, делая мерзости?» «Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены». Говорит Господь. Соединение с такой нераскаянной структурой есть смерть, которая есть плод помрачения ума и совести. «Заложники мы все до одного у смерти, что отнюдь не за горами, она стучится в двери и в окно, в дорогах, на уроках, даже в храме. Своими силами не тушьтесь, не спастись, хотя бы отодвинуть ужас встречи. Пред ней пасует во вселенной жизнь, она как липку всех трясет за плечи. Смешны потуги силовых структур, не могут захватить на нас напавших. Смех для детей, для безголовых кур, как кулаками после драки машут. Цветы несут к посольствам вдалеке, грозятся по-пустому для остраски. Не генерал с лампасами лакей, виновный больше всех в потоке красном. Кто сеял ветер, убивал царя, княжон великих, принца по наследству. Нам Бог напоминает, и не зря, о высиенном атеизмом зверстве. Из дома окруженного ста крат, бандиты утекают, растворившись. Грех для меня, мой террорист, пират и снайпер, поселившийся на крыше. Блокированный, начинаю думать, все чаще к небесам подъемлю взор, Чего достиг в итоге, в общей сумме, один постыдный, без конца позор. И вот тогда в бессилии горьком пал, как сноб смиренно на восток склонился. У веселений плоти закончился мой бал, духовные зашевелились мысли. Мой Иисус, меня освободил, с собою в перестрелке заслоняя. Теперь готовлю ужин для горилл, им благовестие, врачующая няня. Четвертое сентября, 2004 год, Игнатий Лапкин. Тут зритель один спрашивает, как избавиться от зеленого змея. Прямой эфир идет. Поверить, что пьяница царствия Божия не наследует. Чтобы поверить в это, надо слово Божие читать каждый день. Просить у Бога помощи, чтобы стыдно стало же такие дела. Что же вы делаете-то? Сами себя убиваете. Самоубийств даже в церкви не отпевают. В аду горит пуль. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Объединение». Вопрос 2343, том 10. Была ли надежда, что патриархия начнет движение к покаянию за разложение, за гибель народа от ненаученности? А тут какие-то их претензии, канонической их территории, на которую залезли из-за рубежа свои же русские. О каких-то ее запрещениях на ушедших в прошлые годы из патриархии священнослужителях. Выходит, что, как и при Никоне, по сути дела о благовестии Евангелия в народе и речи нет нигде. Отвечает Игнатий Тихонович Ларкин. Повторы только усугубляют болезни. Ресоносные номенклатурщики, они абсолютно до молекулы в мозгах не знают дело Божие. Они ведут себя так, как будто ни суда Божия нет, ни пришествия Христа судить мир. Это напоминает дом, в котором два брата, за грязным столом нетрезвые, спорят, кому пустые бутылки сдавать. А в доме уже сотни чужих бродяг делят их имущество, спят на их кроватях, разграбили их буфеты-склады. Сектанты лютуют по всей России не только в городах, но заполнили даже самые отдаленные стойбища оленеводов. И ни к одному из них никогда и никто на архиерейских соборах не предъявлял требований отсчитаться за, цитата, неканоническую территорию. Единственное, к католикам еще пытаются подходить с этим бредом. Но с папством многого не наговоришь. Там живо отреагируют новые свои епархии, еще крепче в России утвердят. Слово территория это же чисто животный термин. У самцов в основном, где собака пробежит, там она метит своей мочой, как и другие животные делают. А тут даже этого не пытаются сотворить. Просто по карте пальцем обвели и как в доме сумасшедших вообразили, что это им и принадлежит. А на этой территории абсолютно каждый дом нужно посещать попам, а не спать. Ни концертами тешиться, ни дым пускать, ни колоколами затемнять дело. Сейчас столько интервью дают архиереи и священники, а сути дела никто не говорит. Вот из интернета разговор с Гавриилом из РПЦЗ и с Кириллом Гундяевым. Вопрос. То есть церковное осуждение Декларации 1927 года и выход из Всемирного Совета Церквей, прекращение членства в нем, два пункта, которые представляют собой безусловные требования со стороны Русской Православной Церкви за границей. Епископ Гавриил. Да, конечно, и я надеюсь, что члены нашей комиссии будут твердо отстаивать эти наши позиции, что на них наша церковь стоит уже многие годы. Мы не можем, как я уже отмечал раньше, говорить о молитвенном общении с Московской Патриархией, пока эти вопросы не будут решены. То, что сказал Патриарх в своем недавнем слове на панихиде по митрополиту Сергию Старогородскому, как раз во время визита нашей делегации, только лишний раз убеждает и меня, и многих других, что сейчас они еще не могут вместить отказа от декларации митрополита Сергия. То же самое можно сказать и по вопросу экуменизма. Ведь мы все помним, как не так уж давно было силой отобрано наше церковное имущество в Палестине. Попытки отнять его у нас происходили и в Германии, и в Канаде. И понятно, что такие попытки только усилили опасения, которые и так существуют у большинства паствы нашей епархии по вопросу возможного задвижения. Да, приходится признать, что большинство в нашей епархии испытывает сейчас недоверие к московскому патриархату. Во всяком случае, условно говоря, к администрации московской патриархии. Мы не говорим о народе церковном. Захват нашей собственности только добавил подозрительности, поэтому многие верят слухам о том, что патриархия якобы хочет присвоить в себе наши храмы. Люди не забывают, что недавно их силой отбирали, а теперь протягивают нам руки. Кирилл. Цитата. Цель этого диалога была определена как восстановление канонического единства, единства в свидетельстве и молитве при сохранении автономии зарубежной церкви. К сожалению, владыка-метрополит Виталий сразу же отверг данное предложение патриарха Алексия II. И тогда начались печальные столкновения между двумя ветвями русской церкви. В результате мы уронили тот высокий нравственный авторитет, который мы поначалу имели среди верующих в России и невольно сыграли на руку врагам православия и святой Руси. Государственная власть в СССР проводила политику, направленную на полное уничтожение церкви внутри страны и ослабление ее частей, оказавшимися в эмиграции. Архивные документы утверждают, что от свидетеля Тихона многократно требовали лишения сана и отлучения от церкви зарубежного епископата. Далее требования, которые наспех в последние дни надумали патриархийцы, что, дескать, зарубежники должны признать своей виной. Потому что те требуют покаяния за декларацию Сергия и за участие в экуменизме, а этим в ответ нечего сказать. Тогда засели наемные окормляльщики и на поверхности кучи срамных обвинений в адрес заграничных оставили по тщательном обсасывании вот эти обвинения. Игнатий Лапкин Первое. Евхаристическое общение, в котором русская зарубежная церковь состоит, во всяком случае формально, с неканоническими группами, отделившимися по различным мотивам от других поместных православных церквей и действующими, в частности, на канонической территории Румынской, Болгарской и Элладской церквей. В последнее время эти группы пытаются также развивать деятельность на нашей канонической территории и территории грузинского патриархата. В создании раскольничьих группировок и в евхаристическом общении с раскольничьими церквами мы, увы, были повинны, замечает епископ аргентинский Александр Миллианд. 2. Наличие среди священнослужителей русской зарубежной церкви лиц, перешедших из клира московского патриархата и других поместных православных церквей и находящихся под каноническими прещениями. И в этом мы повинны. Епископ 3. Наконец, с начала 90-х годов существует острая проблема наличия параллельных епархий и приходов, учрежденных русской зарубежной церковью на канонической территории московского патриархата. В этом мы также повинны. В эти годы я попал под временную опалу именно потому, что был против создания наших приходов и епархий в России. В то время я предлагал созвать Всероссийский собор с участием в зарубежной церкви и совместно обсудить проблемы русской церкви. Со стороны русской зарубежной церкви выдвигались, как правило, следующие условия восстановления общения с московским патриархатом. В интервью газеты «Известия» в 1991 году святейший патриарх Алексий сказал, «Заявление митрополита Сергия, конечно, нельзя назвать добровольным, ибо ему, находившемуся под страшным давлением, пришлось заявить вещи, далекие от истины, ради спасения людей. Сегодня же мы можем сказать, что неправда замешана в его декларации. Декларация не ставит церковь в правильное отношение к государству, а, напротив, уничтожает ту дистанцию, которая даже в демократическом обществе должна быть между государством и церковью. С обеих сторон, то есть обеих ветвей русской церкви, высказывалось убеждение, что в процессе сближения нужно действовать так, чтобы не наносить ущерба и новых ран друг другу. На этом пути не может быть односторонних тактических побед, не может и не должно быть выигравших и проигравших. Особенно важно, что мы договорились двигаться вперед, исходя из уважения к церковно-административным реальностям, сложившимся в течение 20 века. На патриархии и на сенот РПЦЗ как бы сошло черное облако, синдром страха Саулова, а остаться друг без друга перед нашествием необрезанных. А Бога и Слово Иеговы отверглись в своих комиссиях и в этой пакостной игре по объединению с нечестивцами. 1 Царств 13.12 Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа и потому решился принести всесожжение. Нужно было немедленно объявить пост и сесть за Библию, убрав весь свой мусор со столов и из голов и сказать слугам. 4 Царств 22.13 Пойдите, выпросите Господа за меня и за народ и за всю Иудею о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов в книге сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам. Исайя 58.2.4 Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий правильно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь, смиряем души свои, а ты не знаешь? Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссоры распри и для того, чтобы дерзкую рукою бить других. вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Иезекиев 14.7 Ибо если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего пред лицем своим и придет к пророку вопросить меня через него, то я, Господь, дам ли ему ответ от себя? Иезекииля 23. Сын человеческий, говори со старейшинами Израилевыми и скажи им, так говорит Господь Бог, вы пришли вопросить меня, живу я, не дам вам ответа, говорит Господь Бог. Римлянам 10.20 А Исаия смело говорит, меня нашли неискавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне. Мало того, на архиерейском соборе в октябре 2004 год в своем докладе митрополит Кирилл договорился до следующего. Вопрос о каноническом статусе русской зарубежной церкви и возглавляющего ее архиерейского синода в свете указа святейшего патриарха Тихона Священного Синода и Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви об упразднении высшего церковного управления за границей. Указ был подтвержден последующими актами священно-началия Московского Патриархата, включавшими и канонические прещения, в частности запрещение священнослужения, наложенное на группу зарубежных архиереев. Второе. Засвидетельствовано в ряде документов непризнание иерархами Русской Зарубежной Церкви, канонической законности соборных актов и других важнейших решений священно-начале Русской Православной Церкви. В отдельных заявлениях выражалось сомнение в присутствии благодати Божией в Русской Православной Церкви и совершаемых в ней таинствах. Исследовать не космос, а себя, не знаемых тобой и не соседей. О, это не с мороженым в кино водить ребят, выслеживать чужие скорби и победы. Нас этому не учат в институтах без Библии, без Бога. Зачем же такая мята? В свое прошедшее войти суметь без стука, оглядываясь, пятиться по пройденным местам. Разворошить забытые обиды, самооправдание быть может отказать, под триумфальной аркой кладбищенские плиты. Увидишь страхи, протерев глаза. Мы поселились в отдаленном месте, как православные имеем свой устав. Какие-то, но есть молитвы, носим крестик, читаем Библию с ночной постели встав. В субботу вечером и утром воскресенья в построенную церковь добровольно ходим. И в этом радость даже в день осенний мы верим искренне, не по обычной моде. Вообразим, что веры нет у нас, нет никакой, пусть самой завалящей. По воскресеньям пьем, конечно же, не квас и радость в телевизоре обрящем. Нет ни занятий с Библией в руках, ни разговоров о духовном вовсе, отсутствует малейший Божий страх, перемываем лишь один другому кости. Ни праздников святых двунадесятых, нет ни друзей приискренних, ни писем, есть просто жизнь из сел совместно взятых, с их пьянством, воровством, жизнь обозленной крысы. Исследуя, не можешь, исследуя, не сможешь иначе рассуждать, и к выводам таким обязаны скатиться, мы в подозрении у всех, а нам любой чужак, нас Бог избрал из мира и Библией очистил. 27 сентября 2004 год Игнатий Лапкин Благодарю за внимание, за помощь, сегодня все прошло. Спасибо Игнатий Тихонич, вы, которые мне фотографии прислали, там пять у меня не открылось, пять не открылось. А какая? Ну, а какая, как могу сейчас сказать, они же без названия, под номерами, пять штук не открылись. Вот, там я молитвенную поддержку в отца бросил вот эту фотографию с ребятишками, под которой я надпись-то сделал. Надя ее там забраковала, что там две девочки плачут. Но плачущих-то в принципе можно и отрезать. Потому что я действительно подумал. Ну, по-тряде. они еще там тоже там Лена Гладощук пустила этот, что там по закону могут быть претензии, там такие штрафы ужасные за использование фотографий. Сергей, я прочитал, так прочитал буду. Общественное здесь снимание не свободно. Да, я знаю, да. Но сама мысль, что кто-то будет препятствовать этому, меня вообще убивает. Такое-то предательство прям самое настоящее. не предательство, предательство хорошее. Ну, нету ни отношения к этим снимкам никакого нету ни у кого. Не надо выдумывать. Не надо выдумывать. Это общественное общее оборудование. Сняли и все. Да, мы-то понимаем, ну, там же чьи дети-то? Там дети-то Саши. Не надо это открыть. Это было когда уже лет 7 назад. Дети их никто не узнает. родные это теперь. Прям наворачивать, наворачивать тараканья жизнь какая-то пошла. Но мне тоже это... Так, ставь ее, больше не выбирай ничего. Она как раз та, что надо. Да, этих только отрезать двух, которые плачут и все, и пойдет. Ну, смотри сам. А ну-ка. Я не могу командовать. Надо или не надо резать. С Богом утошел. Продолжение следует...